Пираты Оманского залива. 18 июня 2019 года, 22-7. Кирилл Бенедиктов политолог, автор политической биографии Дональда Трампа «Черный лебедь» В четверг, 13 июня, в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера. Танкер «Кококу Корейджес», зафрахтованный японской компанией «Кококу Сэйнио», шел под флагом Панамы. Над танкером «Фронт-Алтер» развивался ярко-синий флаг Маршаловых островов с белой звездой, но сам танкер и его груз принадлежали норвежской компании «Фронт-Лайн-Манеджмент». Также по теме «Запутанный конфликт», к каким последствиям может привести усиление военного контингента США на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Пентагон объявил об отправке на Ближний Восток дополнительного контингента. «Фронт-Алтер» шел из УАЭ на Тайвань «Кокика» из Саудовской Аравии в Сингапур. «Кокика» перевозил груз метанола, принадлежащий японской компании «Митубиши Гас Кемикал». «Алтер» зафрахтованный тайваньской компанией «Си-Пи-Си-Коперэйшн» был загружен Легроэном, так называемым тяжелым бензином. В 6.12.00 утро по местному времени региональный штаб ВМС США получил сигнал бедствия с норвежского корабля. Спустя 48 минут, в 7 часов, был получен второй сигнал с японского танкера. Командование 5-го флота США, дислоцированного в западной части Индийского океана и опекающего Персидский залив, послало на помощь танкерам ракетный эсминец «УСС Пейнбридж», на котором и был эвакуирован экипаж «Кокика». Немного позже к японскому танкеру подошел еще один военный корабль ВМФ США «УСС Мэйсон». Удивительно, но никто до сих пор точно не знает, что же случилось в водах Аманского залива утром в четверг. Первая версия, радостно подхваченная англоязычными СМИ, возлагала ответственность на некую торпедную атаку. Но уже довольно скоро выяснилось, что в обоих случаях танкеры получили повреждения не подводной, а надводной части. Тогда вместо торпед появились мины, а Центральное командование Вооруженных сил США опубликовало видео, на котором какие-то люди, предположительно, военнослужащие корпуса стражи Исламской революции «Ксир», снимают что-то, предположительно, магнитную мину с корпуса танкера, предположительно, «Кокика». Качество записи таково, что она вполне может быть и постановкой, и компиляцией произвольно настриженных кадров. Но для официального Вашингтона и такое доказательство сгодилось. Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская республика Иран ответственна за сегодняшнее нападение на два танкера в Аманском заливе, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Эта оценка, добавил он, основана на разведданных, использованном оружии, уровне квалификации, необходимом для выполнения операции, а также на недавних аналогичных иранских нападениях на морские суда и на том факте, что нет действующих в этом регионе группировок, обладающих такими ресурсами и способных проводить операции со столь высокой степенью сложности. Под недавними нападениями имелись в виду загадочные взрывы, прогремевшие в Объединенных Арабских Эмиратах 12 мая этого года. Тогда пострадали четыре танкера, один местный, из УАЭ, два саудовских и, как ни странно, еще один норвежский, стоявший в порту Эль-Фуджиры. В диверсии, разумеется, сразу же обвинили Иран, а иранские СМИ распространили информацию, что во время инцидента над портом были замечены американские и французские военные беспилотники. Никаких доказательств ни одна, ни другая сторона не представила, и до войны, которую уже начали предсказывать некоторые склонные к панике СМИ, дело не дошло. По тому же сценарию разворачивались события и в этот раз. Только сейчас американцы озаботились тем, чтобы предъявить доказательства, то самое размытое видео. В Иране предложили создать механизм борьбы с санкциями США, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани считает необходимым создать постоянный международный механизм. Четыре дня спустя, хвастливо пишет Стивенс, ВМС США уничтожили половину иранского флота за считанные часы. После этого Иран много лет не покушался на корабли американских ВМС или международные перевозки. Теперь это изменилось. Пиратский режим Ирана вновь вернулся к своим пиратским методам. Насчет уничтожения половины иранского флота Стивенс сильно преувеличивает. В ходе операции Богомол, которая, впрочем, действительно считается крупнейшим морским сражением американских ВМС после Второй мировой войны, был потоплен один иранский фрегат, один катер и три лодки, а также повреждены две нефтедобывающие платформы. Но ради красного словца можно и приврать. Ссылается Стивенс, естественно, все на ту же мутную запись, обнародованную Сентком, и глубокомысленно заявляет, возможно, Трамп – лжец, но вооруженные силы США – нет. Необычный случай, противники Трампа справа, не оканы, подобные Стивенсу, вынуждены, скрипя сердце, вставать на его сторону, поскольку Иран для них – это эсхатологический враг, который должен быть уничтожен, невзирая на все возможные издержки. А Трамп на следующий день после атаки в Оманском заливе дал интервью Fox News, в котором заявил, «Иран действительно сделал это. Они сделали это, потому что вы видели катер. Я думаю, что одна из минут не разорвалась. И на ней разве что не написано было, что она иранская. Вы видели катер, который успешно пытается снять мину со стенки борта танкера. Это было зафиксировано, они были в этом уличены». После этого заявления многие решили, что мир оказался на пороге новой большой войны. Тем более, что гипотетическая война США с Ираном – одна из любимых тем политологов-алармистов. Однако можно быть уверенным, что атака на танкеры к войне не приведет. Хотя на первый взгляд действительно кажется, что неуклюжие попытки Вашингтона выдать свою спецоперацию за диверсию к Сир полностью укладываются в алгоритм, разработанный американскими военными стратегами еще в позапрошлом веке. В 2012 году на круглом столе в Вашингтонском институте Ближневосточной политики руководитель одной из исследовательских групп этой фабрики мозгов Патрик Клаусон открыто предлагал Израилю устроить диверсию под чужим флагом, которая бы дала США повод начать войну с Ираном. «Это традиционный путь США для вступления в войну», – подчеркнул он. И Клаусон был прав. В 1898 году в Гаванской бухте был взорван американский броненосец «Мэн», что дало США формальный повод объявить войну Испании. Это была очень дорогостоящая провокация. «Мэн» в те времена был примерно тем же, чем сейчас является новейший авианосец. Но выигрыш оказался неизмеримо больше. США получили Пуэрто-Рико, многие острова в Карибском море, Филиппины и Гуам в Тихом океане и т.д. Эта же стратегия успешно реализовывалась на протяжении всего 20-й столетия. В МИД России отреагировали на решение США отправить военных на Ближний Восток. Гзамглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал сообщение о том, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, чтобы вступить во Вторую мировую войну, Рузвельту потребовался Перл-Харбор, о том, что ВМС США сконцентрировали там большую часть своего Тихоокеанского флота, несмотря на предупреждения, в том числе и от советской разведки, о возможном нападении, написаны десятки книг. Чтобы развязать войну во Вьетнаме, Линдон Джонсон организовал два инцидента в Томкинском заливе, а совместная операция ЦРУ и разведки ВМФ стала известна из документов, рассекреченных предшественником Джулиана Асанжо Даниэлем Элсбергом. Но в ситуации с танкерами «Кокека Корейджес» и «Фронт Алтар» не все так просто. Во-первых, оба танкера не имели никакого отношения к ВМС США. Во-вторых, одно судно «Кокека» принадлежало японской компании «Митубиши Газ Кемикал». Эта компания входит в Кирецу, финансовую империю «Митубиши УФЖ Финансиал Групп» «МУФГ». В ту же империю входит и компания «Кобей Стилл», в которой «Си» 1979 по 1982 год работал нынешний премьер Японии Синдзо Абе. И это можно было бы считать простым совпадением, если бы Синдзо Абе с 12 по 14 июня не находился с визитом нигде-нибудь, а в Тегеране. Причем 12 июня он провел переговоры с президентом страны Хасаном Рухани, а 13-го, в день, начавшийся так неудачно для двух танкеров, с Алихом Миней, Рахбаром, духовным лидером, Исламской Республики. Помпея обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Оманском заливе и госсекретарь США Майк Помпея обсудил с генсеком НАТО и Энсом Сталтейнбергом и представителями ряда стран ситуацию в Оманском заливе. Оп! А вот война США с Ираном ожидать не стоит. По крайней мере, в ближайшие годы. Во-первых, потому что Трамп не будет рисковать очень вероятной победой на выборах в 2020 году. Для того чтобы победить на выборах, ему вообще не стоит развязывать новые войны, если не считать совсем уж игрушечных и бескровных, таких как вторжение на Гренаду при Рейгане. А гипотетическая война с Ираном грозит обернуться тысячами убитых американских солдат, даже если не будет наземной операции, многие военные базы США в регионе находятся под прицелом иранских ракет. В похожей ситуации с Северной Кореей Трамп после повышения градуса риторики пошел на переговоры с Ким Чен Ином и заработал себе немало очков. Во-вторых, как это не парадоксально, Иран сейчас может рассчитывать на более мощную и консолидированную поддержку, чем США. В выходные, прошедшие после инцидента в Заливе, президент Ириха Санруха не посетил саммиты ШОС и СВМДА в Бишкеке и Душамбе, где заручился поддержкой президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, а также глав некоторых стран Центральной Азии. В то же время союзники США в Европе восприняли обвинения, прозвучавшие из Вашингтона в сторону Тегерана, с осторожностью и определенным скептицизмом. «Видео недостаточно», — заявил журналистом глава МИД Германии Хейко Маас. «Мы, конечно, можем разобрать, что нам показывают, но для окончательной оценки этого мало. Любопытно, что о поддержке Ирана Путин и Месси, как и о недоверии союзников США в отношении позиций Белого дома, пишет не кто-нибудь, а из главных союзников Вашингтона только наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман действительно поддержал риторику Трампа и Помпея, призвав международное сообщество занять решительную позицию в отношении Ирана. Но даже Мухаммед, склонность к безрассудному поведению которого хорошо известно, настаивал на том, что его королевство не хочет войны в регионе», — подчеркивает газета. Так что инцидент в Аманском заливе, несмотря на грозные речи Помпео, скорее всего, загнут. Потому что независимое расследование, на котором настаивает генеральный секретарь Оунгу Тереш, может привести к весьма нежелательным для США и их союзников выводам. А вдруг окажется, что пираты Аманского залива не иранцы, а кто-то из их заклятых врагов. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.